И я вас категорически приветствую. И я вас приветствую категорически. Привет, Дима. Привет. Что у нас сегодня? У нас сегодня наконец-то дошло дело до группы кино. С кем как не с тобой повеселовать на данную тему. Есть повод небольшой, потому что у группы, в которую я играю, вышла пластинка такая замечательная. А группа называется Горин и гиперболоиды. Это уже древнее название. Это древнее название. Совершенно верно. Двойник. Сразу скажу. Потому, что мы люди взрослые. Делать так по-большому. Делать так по-большому. Ходить так по-большому. Мелочиться. Там еще внутри плакат. Большой. Мы же по-большому. Солидно. Все по-большому делается. Ты любитель книжки? А? Ты любитель книжки гиперболоид инженера Гарина? Ну, скорее, фильм «Моя любитель» с Борисовым. Хороший. Вот такой выпустили релиз. Подчеркиваю, что все легитимно, все официально. Все авторские права защищены, соблюдены. Все по-настоящему. Так. Печатали в Германии. Я смотрю. Полиграфия какая-то оборотная. Да. И полиграфия. И качество звучания. И все здесь. В общем, так по-взрослому сделано. Слава Богу. Удалось. Красота. Поздравляю. И в этой связи, конечно, хочется вспомнить группу Гарина гиперболоиды, которая потрясла мир в 1900, чтобы мне не соврать, в 81-82 годах. Или даже в 80-м я уже... Уже даты стираются немножко. Потому, что времени уже прошло лет 30-40. Сколько? 40, наверное. Даже не сосчитать. Как молоды мы были. Так я таким же и остался. Практически мало что изменилось. Для желающих погрузиться в то время я принес книжку. Вот такую. Называется она. «Свинцовые паруса». Это книга четвертая. Из четырехтомника. Четыре тома. Написал его Гена Зайцев. Знаменитый. Кто такой Гена Зайцев? Знаменитый человек ленинградский. Это, наверное, самый главный хиппи Советского Союза. То есть, человек глубоко в Киеве. С 70-х, 80-х годов. Самый авторитетный. Самый такой известный. Самый... Как сказать... Не то чтобы самый умный, но очень погруженный в тему. И, как ни странно, мы с Витей Цоем с ним дружили. Несмотря на то, что были и панками, битниками. Веселыми такими парнями. Ну, достаточно узок круг был. Людей, которые занимались музицированием. Занимались так называемой рок-музыкой. И поэтому все, в общем-то, были вместе. Как поет Костя Кинчев. Чрезвычайно моеуважаемый до сих пор. Мы вместе. Мы вместе. Костя молодец. И общались все, невзирая на то панки, хиппи, битники. Все были рядом. Все ходили друг к другу в гости. Все друг друга знали. И Гена написала вот эту книгу. Замечательную. Четырехтомник. Она, на мой взгляд, является лучшей из всех книг. Которые посвящены тому времени. И тем людям, которые занимались так называемой рок-музыкой. Наиболее полная информация. Наиболее широкий спектр. Широкий охват. И практически про все здесь есть. Про все. Но, опять-таки, это не рок-энциклопедия. Это описание времени. И очень подробное. Очень безумно интересно. Очень хорошо написано. И книжек много уже вышло. О 80-х и 70-х. Я считаю, что это самое лучшее. На самом деле. Поэтому ищите. Где она продается, я не знаю. Я не видел. Я все время хожу по книжным магазинам. Нужно забить в поисковик. Свинцову и Паруса. Гена Зайцев. Обратите внимание. 81-й год. Группа россияне. Все вокруг меня народные массы считали, что слово Гнусный Ельцин придумал. Во-первых, никакой не Гнусный. А во-вторых, никакой не Ельцин. Жора Ордановский придумал. Группа была гораздо сильнее, чем Ельцин. Офигенная группа россияне была. Потрясающая совершенно. На тот момент времени, наверное, лучшая группа в нашей стране, в Советском Союзе, которая играла рок-музыку. В ней было два бас-гитариста. Что меня потрясало всегда. Как развести вообще две бас-гитары? Ничего. Ходил на концерты. Справлялись. Да. Справлялись. Два бас-гитариста вламывали так, что просто на ушах все стояли. Ну, и Жора Ордановский с гитарой. Это было очень круто. Очень круто. Золотые были времена. Очень круто. А вот много всякого от руки написанного. Это что такое? А это отсканированные письма, которые писали Гене Зайцеву и его друзья со всего Советского Союза. Письма, которые он писал в ответ. Всякие протоколы задержания милиции и прочее. Очень интересная на самом деле. Очень интересная. Очень подробная история. Документ эпохи. Да. Ну, и группа Гарина гиперболоиды ходила в гости к Гене Зайцеву. В его удивительную комнату в коммунальной квартире. В две даже. Он переехал на наших глазах. Сначала жил на улице Степана Разина. А потом жил у технологического института. И там, и там в коммуналке. И как он с соседями уживался, мне понять сложно. Потому, что к нему набивалась масса народу всегда. Все играли на гитарах. Соседи только пожалели. Или слушали Юрая Хипп и Джимми Хендрикса. И было очень весело. Хорошо. Борис Гребенщиков заходил туда. Я говорю, что не было разницы. Хиппи ты. Или ты играешь новую волну. Или ты панк. Все равно все были в одной истории. Кстати, название группы Кино было придумано почти у Гены Зайцева. В один из вечеров мы сидели у Гены Зайцева. Прекрасно проводили время. А, слушали мы тогда альбом Майка, который только вышел. ЛВ 55. Вышла эта магнитофонная запись. Мы торжественно у Гены Зайцева два раза ее прослушали. При большом стечении народа. Включая Бориса Гребенщикова. И стали придумывать название для нашей группы. Поскольку названия у нас не было еще. Мы играли втроем. Витя, я и Олег Валинский. Олег Сергеевич. Который нынче большой начальник на Железной Дарке. И мы думали, думали, думали. Борис нам советовал. Советовал. И ничего мы в результате не придумали. Вышли на улицу. Пошли по Московскому проспекту. Увидели рекламу кинотеатра «Космонавт», который существует по сей пору как музыкальный клуб, а не «Космонавт». Там было написано «Кино». Неоновыми буквами. Я говорю, Витя, давай будет кино. Витя сказал, что это говно. Это не название вообще. Безликое. Ничего не несущее за собой. Потом через сутки мне позвонил. Говорит, что ничего в голову не лезет. Кино так кино. А до этого мы назывались... Я говорю, название не было. До этого мы назывались «Гарины гиперболоиды». Собственно говоря. Но Борис как раз на этом заседании торжественном, где Назайцева сказал, что это название не модно уже. Группа должна называться одним словом. Таким, чтобы оно запоминалось. Чтобы оно... Не поспоришь. Было таким ярким. А то там «Гарины гиперболоиды». Длинное. А придуманное название «Гарины гиперболоиды» было исключительно из-за того, что мы все слушали западную рок-музыку с утра до ночи. И слушали в том числе очень много американских групп. Американскую психоделию. Американский рок. А группы все назывались двумя, а то и тремя словами. «Dreadful Dead». «Dreadful Dead». «Clearwater Revival». «Shefferson Plane». До сих пор понять не могу, что это значит. «Iron Butterfly». И так далее, и так далее. И прочие «The Rolling Stones». После Ванглии уже уходить. И все пошло, на самом деле, оттуда. Мы были такими агентами влияния западного, наверное. Потому, что все с утра до ночи слушали западную музыку. Доставали ее. Достаточно просто, на самом деле. Достаточно просто было все это достать в 70-80-е годы. Правда, мало было. Выбор достаточно ограничен. Но, тем не менее, у нас было все. Я уже не говорю про «Beatles», «Rolling Stones». И тот же самый «Gradeful Dead». И те же самые «Jefferson Aip Lane». И «Iron Butterfly». И «The Who». И «David Bow». И вся новая волна. Панк-рок. Все имелось в наличии. Просто нужно было приложить определенное усилие. Поездить по субботам на толчок. Так называемое. Создавало определенное состояние. Извини. Перебью на чуть-чуть. Потому, что тогда это, во-первых, узнать, что такое есть. Потом беготня раздобыть. Переписать. Траливали пластинки. Вокруг меня пластинок не было ни у кого. Мы все переписывали. У всех были магнитофоны. У всех. В беспредельных количествах переписать. А раздобыть названия песен. Ай, по-боже упаси. Тексты. Еще там. У всех были тетрадки. В которых переписывались названия песен. Ну, это сильно развивало мозги. По всей видимости. А сейчас чего? А сейчас есть деньги. Ткнул две кнопки в телефоне. И все у тебя есть. Это не так интересно. Вот не так. И поездки на толчок для меня начались, когда я еще учился в школе. Толчок это не туалет. Это черный рынок. Так называемый черный рынок. Музыкальный. Пластиночный. Он переезжал несколько раз. Я начал ездить туда, когда он был у магазина «Юный техник» на улице Червоного казачества. Нынешний. На 27-ом троллейбусе. Я с проспекта космонавтов туда в компании друзей отправлялся. Это все происходило по субботам. И субботу ждали всю неделю. Скорее бы суббота. Это был праздник настоящий. Приезжаешь на толчок. Событие. Там ходят люди с пакетами, с сумками. Озираясь. Озираясь. Да. Потому, что... Демократы. Демократы не нужны. Нет. Там слово, которое я обожаю до сих пор. И использую его часто. Подходит человек с пакетом. Есть... Интересует? Интересует? Интересует. Давай посмотрим. Интересует. Что интересует? Ну, и покупки обмены на толчке. Знакомства. Встречи с друзьями. Это как клуб под открытым небом был по субботам. Этот самый толчок. И потом все шли дружно пить пиво к ларькам. Иногда прибегала милиция, а с ними комсомольцы. Да. Прибегала милиция. Комсомольцы. Не так страшен был черт, как его молюют нынче. Потому, что... Бывало, что отбирали пластинки. Бывало, что не отбирали. Бывало, что забирали отделение. Бывало, что не забирали. Ну, комсомольцы особенно лютовали. Милиция это было все, в общем... Так непонятно, что предъявить. Непонятно, что предъявить. Вот мое. Не хватало меня за руки, когда я деньги принимал. Для многих удивительная законность действовала. И привлечь тебя было невозможно. Да. И вот с большой натяжкой можно было там спекуляцию как-то вломить. Но для этого нужно схватить за руку как-то справедливо. Так сказать, выразился. Ей нужны свидетели. А как? Ну, с пластинками. Там полумокартный человек. Ну, ничего. Ничего. Ну, поругают за пропаганду западного образа жизни. Там два часа подержат в отделении. И пошел вон. Иди и не греши. Иди и больше не греши. Да. Ничего такого. Но было весело. Это был элемент риска такого. Было, конечно, так... Молодежные гормоны играли. Мы занимаемся чем-то запрещенным. Отрицалово. Мы герои. Как спел Гременщиков. Порой, мне кажется, что мы герои. Мы стоим у стены, ничего не боясь. Порой, мне кажется, что мы идиоты. Порой, мне кажется, что мы просто дрянь. Да. Это так и было. А потом она переехала в Ульянку. Толпучка. В Ульянке все это обрело уже... Она переехала в Ульянку, да. А потом уже совсем потом она переехала в Лаврике. И это было уже совсем кайф. А где это? Лаврике – это станция железной дороги. Там не было. В сторону Парголова. Туда. То есть, Озерки. Да-да-да. И туда-туда. Туда-туда. Дальше там Лаврике. Там не было. Сейчас я на этом месте, где раньше толпучка в Ульянке была. Там же теперь этот кат проходит. Я там каждый день домой езжу. И на работу. Блин. Ничего не осталось. Ничего. А в Лавриках это дело продолжалось года два, и продолжалось это недолго. Ну, собственно, вот года два и продолжалось, наверное, потому что... Я дойду до того, почему все это дело прикрылось. Но там был полный кайф летом. Зимой была зима. Там было холодно. Все пальто в шубах, в куртках. Там с этими пакетами. А летом там уже люди распряглись. Там уже пошли шашлыки. Пошел портвейн. На травке уже прекрасно разложены пластинки. Тут же жарят шашлыки. Тут же портвейн. То есть, просто такой пикник меломанов. Да. Просто замечательно. А накрылось все это из-за настоящих спекулянтов. Ну, уже в Ульянке появились люди, которые торговали шмотками. Вот это пресекали уже сильную женщину. Да. Это пресекалось уже нормально по закону. Да. И спекулянты, конечно, уничтожили этот пластиночный толчок. Потому, что приезжали на машинах уже на жигулях. Люди с багажниками набитыми джинсами и всякими кроссовками. И вот это уже начались облавы настоящие. Настоящее вязалово, как мы говорили. Винтилово. Винтилово, да. И постепенно все это накрылось. Потому, что... Тут печаль. Честным меломанам это было не нужно. Вспоминая, так сказать, в Советском Союзе вопросы были вот эти. Категорически нерешаемые, потому, что это чужая музыка и чуждый образ жизни. Но по уму-то. Ну, если люди... Это же действительно клуб, по большому счету, и денег с этого наживали, ну, единицы. Ну, кто-то наживал, безусловно, но основная масса нет. А чего бы им не выделить какое-то место, как это сейчас, например, происходит, где вы можете собраться, меняться своими марками? Такое место было выделено. Такое место было выделено. Это был клуб... Это был Дом культуры имени Владимира Ильича Ленина на Елизаровской. Ну, знаю. Да. Вот. И там по воскресеньям, по-моему, если мне память не изменяет, по-моему, по воскресеньям там был клуб Меломанов. Как раз. Ну, я уже не говорю о клубе Наримского-Корсакова, который был официальный. Но я туда ходить не любил Наримского-Корсакова. Там как-то было как-то не так свободно. Там членские билеты нужно было иметь. Там какая-то бюрократия такая. А в Доколенино было попроще. И там был тот же самый толчок, только в зале. В холле. Там по воскресеньям можно было туда приехать. И в этом холле та же самая толпа, те же самые люди. Тоже узок был их круг. Да. Но народу было много. И что отличало Доколенина от Червоного-Казачьица, там пивные ларьки были лучше. Они были ближе прямо до Доколенина. Там было бархатное пиво. И после 14-15 часов клуб сворачивается. И вся толпа из клуба перемещалась к пивным ларькам. Две очереди длиннющих. Все те же люди с теми же пластинками. Все стоят за пивом, продолжают общаться. Общение, да. Это был кайф. Это был прекрасный выходной день. Так вот. Познакомились мы. Если возвращаться к группе Галина Киперболоида. Это уже известная история у Андрея Панова дома. У Свина. Который работал продавцом в радиомагазине. И прилично зарабатывал в этой связи. Потому, что он торговал радиоаппаратурой. Колонками 35 АЭС. Усилители Одиссей. Маяк. Стерео 203. По-моему, маяк 203. Наверное. Уже плохо помню. Хороший был. Лежачий. Да. Товары эти были в дефиците. И поэтому приходили богатые грузины. Все скупали. Все скупали. И сверху 10-20 рубликов. Неплохо. Оба-на. Почему-то все кавказцы тогда назывались грузинами. Хотя большинство было азербайджанское. Да. Все назывались грузинами. Все ходили в черных кожаных плащах. Аэродром. Да. И Андрюша благодаря своей работе приобрел достаточно хорошую аппаратуру. Звуковоиспроизводящуюся дома. И достаточно большое количество пластинок у него было. Приходили к нему слушать эти пластинки. И, в общем, квартира Андрюша превратилась в такой мини-клуб купчинских ребят. Я первый раз в колонке С-90 услышал в девятом классе. Я зашел к товарищу. У него родители были пролетарии какие-то сильно. Сильно высокоразрядные. Поэтому состоятельные. Вот у него был С-90. А брик стоил, по-моему, 600 рублей. По-моему, нет. Не 600. Дешевле. 600 рублей это совсем уже что-то дорого. У Андрюши были 35 АС колонки. Усилитель корвет. У него играл Аллан Парсонс. И я чуть в уморок не упал. Я такого никогда не слышал. Ну, Парсонс и так крутой. А тут такое вообще. С ума сойти. Так было круто. И мы у Андрюши проводили время замечательно. Иногда играли на гитарах. Потом у нас появились пластинки группы Sex Pistols. Группы Stranglers. Которые абсолютно свели нас с ума. И мы стали играть на гитарах уже осознанно. Хотя до этого все играли, конечно, в разных группах. И там мы познакомились с Витей. Потому, что Витя там был частым гостем. Вместе с Максимом Пашковым. Витя играл в группе Палата номер 6. Это тоже всем известно на бас-гитаре. А у Свина они репетировали иногда. Приходили. Потому, что можно было включиться куда-то в эти самые его бытовые усилители. Играем. Максим замечательно пел. Отличные песни. Сочинял. Очень хорошо играл на гитаре. И мы все как-то дружили, дружили, дружили. А потом с Витькой сошлись на общей любви к группе Genesis. Как ни странно. К группе The Who. Которую оба обожали. И группе The Beatles. Которую обожали еще больше. Джон Леннон был его кумиром на тот момент времени. Он ходил по улице. Распевал песни Beatles. Тем самым учился петь таким образом. И как-то так дружили, дружили. История сто раз уже рассказана. И написанная в книгах. И повторять я не вижу смысла. Честно говоря. Все пришло от музыки. От этих самых Beatles. От секс-пистолс. От гип-попа. Все это у нас было. В эти советские годы. Все это мы слушали. У меня, кстати, все время... Ты видел, наверное, тоже список групп запрещенных к ввозу в Советский Союз. Это меня все так удивляло. Это было позже. Это было при Андрополе уже. Может, оно и было. Я не знаю. Но это такая... На столкучке никак не отражалось. Сейчас все козыряют этими списками запрещенных групп. На самом деле, это такая формальная была штука для комсомольских дискотек. Распространенная. На дискотеке вот это включать, наверное, не надо. Да и то, кто там это тебе поймет. Включить на дискотеке группу Black Sabbath, на мой взгляд, как-то странно. Это же все-таки пляски. А тут суровый музон. В том-то и дело, что люди, которые занимались этими дискотеками, они не очень-то понимали... Не очень-то отличали Джудас Прист от Аббе. Словно говоря. Поэтому... Ну, я, например, вернувшись из армии, Final Cut Пинк-Флойдовый купил. Где там Брежнев... Вдруг Афганистан... Бегин берут. И чего? Ну, вот он. И что? Там про Афганистан. Ты слышал и про Брежнева. Все поржали. На этом закончилось. Так-так. Извини. Перебил. Так. На чем мы остановились? На распевании Цоем песен группы... На распевании Цоем песен группы Beatles. А потом в какой-то момент времени мы поехали в Крым вместе в палаточке с Олегом Валинским. Витька, Олег и я. И в палаточке в поселке Морское мы решили создать группу. Втроем. Группу создали. Поступили даже в рок-клуб. Очень было смешно, потому что мы не думали даже ни о каком рок-клубе. А Майк и Борис Гребенщиков настаивали на том, что мы должны вступить в рок-клуб, чтобы стать уже легитимной группой. А что это влекло за собой? Можно выступать или чего-то? Ну, рок-клуб давал возможность раз в месяц примерно выступать на сцене Дома народного творчества Рубенштейна. Это все-таки сцена. Это концерт. Никто тебя не запрещает. Никто тебя не выгоняет, не разгоняет. Эти подпольные концерты, которые игрались тогда, так называемые, они все были, в общем-то, нелегальные. Слово трудно подобрать определение. Запрещены, не запрещены. Ничего не было запрещено. Ну, и разрешено тоже не было. Поэтому надо было с чем-то бороться комсомольцам. Вот они боролись с этими сейшинами. И получали благодарности за это от начальства. Опять-таки странно. Не можешь победить. Возглавь. Что и было сделано в рук-клубе. Да. Это совершенно разумный шаг. Ну, другое дело, к чему ты можешь повести. К чему привлечь. Чем заинтересовать. Это уже другое. Но ключевое, это надо возглавить. Вот эти ваши дурацкие. Сейчас мы запретим. Ну, запрети. И что будет? Какое-то странное. Запретить невозможно. Запретить это невозможно. Потому, что Юрию Шевчуку в Уфе было предъявлено обвинение в том, что он поет песни, которые не соответствуют социалистической действительности. И ему сказали, что... Я не помню формулировку. Он должен подписать бумагу о том, что он не будет сочинять песни. Это как? Я обязуюсь не сочинять песни. Что это такое? Ну, ничего. Это всех только бесит. Вызывает резкое отторжение. И еще более, так сказать, отрицательные отношения. Запретить невозможно это. Поэтому, действительно, комсомольцы и КГБ это дело возглавили. Создали рок-клуб. Который был полностью подконтролен. Полностью под колпаком КГБ. Все наперечет были известны. С адресами, фамилиями, явными паролями. Мне неизвестно. Можно подумать. Я тебе, как бывший милиционер, скажу. Если у тебя есть паспорт, а в нем прописка, то известно про тебя абсолютно все вообще. Ну, это было, во всяком случае, формализовано. То есть, уже печать была поставлена. Вот это рок-музыкант. Так это был просто какой-то... Не пойми кто. Парень сомнительный. Гена Зайцев. Хиппи. Понимаешь? А так это Гена Зайцев президент рок-клуба. Оба-на. Я тебе вдогонку скажу, что как-то я ездил в город... Солнечный город Лос-Анджелес, где посещал... Не сказать штаб-квартиру Ютуба. Ну, примерно. Можно сказать так. То есть, филиалы Ютуба, это примерно как наш дом Пионеров. Где... Разблюдовка. Вот у тебя 50 тысяч подписчиков. 100, 500, миллион. Миллион – это предел. И дальше в клеточках. Что тебе там можно? Записать ролик. Воспользоваться студией звукозаписи. Воспользоваться монтажным оборудованием для своих каких-то роликов. Съемки рок-группы, например. Там с этими... С разными задниками. Все это. Ну, и пик – собрать аудиторию в 200 человек. Там посадить. И с ними там какое-то шоу, так сказать, замыть. Все. Приготовься. Бесплатно. Просто в зависимости от количества подписчиков. И миллион там... По тем временам это был потолок. Ну, вот. Понятно, что они с тебя деньги зарабатывают. Это самое Ютуб. На рекламе. Туда-сюда. Но! Ну, вот. Завели под крышу. Вот. Тебе помогли. Там нашли таланты. Помогли продвинуть куда-то. И что? Если вот абстрагироваться от вас. Вот какая-нибудь там Пугачева. Я не знаю. Она же тоже когда-то была никем. Ну, наверное, ее надо было найти. Выщемить. Развить. Продвинуть. А вы что делали? А в чем смысл запретов? Я теряюсь просто. Просто теряюсь. Извините. Перебил. Ну, я же говорю, смысл запретов в самих запретах. Потому, что... Я бы сказал им непонятно было уже что делать. Уже все. Непонятно что делать. А делать что-то было надо. Потому, что надо было как-то оправдывать свое существование. И получение зарплаты какой-то. Или там каких-то бонусов. Что касается комсомольцев. И какую-то работу надо было вести. Вот они какую-то работу и вели. Вот. Мы ведем это. А зачем? Не важно зачем. Какая арестрация. Работа идет и все. И все хорошо. Как и добрая половина вообще комсомольской работы в Советском Союзе. Которая была просто работа ради работы. Какое-то перемалывание. Формализм. Всего. Да. Бюрократия, формализм. А нам от этого было весело. Потому, что опять-таки мы были какие-то такие. При этом никаких не было так называемых протестов. Вот чего только сейчас не стараются пришить Виктору Робертовичу. Перемен требует наши сердца. Она несколько о другом. Она совсем о другом. Да. Она совсем о другом. Никакой борьбы с режимом не было даже близко. Вообще в Рук-клубе. Даже близко. Больше скажу. Мы его как режим не осознавали. Мы его не осознавали. И более того, я могу сказать, что ощущение внутреннее было у нас, что это будет вечно. Что изменить это невозможно. Как сказал наш замечательный актер. Только что мы смотрели ролик. Да. Изменить это невозможно. И поэтому мы в этом живем. А дальше как хотите. У кого как получится. Да. И мы так в этом и существовали. Понимая, что изменить это невозможно. Мы это и не изменили. В конце концов, изменилось это по другим причинам. И другими людьми. И с другими целями. В общем-то. Вот. А мы как-то адаптировались и жили совершенно параллельной жизнью. При этом все находились в этом самом социуме социалистическом. Потому, что Олег Валинский учился в институте. Потом ушел в армию. Служил на Кубе. Вернулся. Восстановился в институте. Работал на железной дороге. И продолжал работать на железной дороге всю жизнь. И стал сейчас уже едва ли не министром. Его жизнь... Я не знаю его должность. На самом деле. Но он в Москве сидит в больших кабинетах. Вот. Витя учился в ПТУ. Потом проходил практику. С Дементием в одном ПТУ. С Дементием. Да. В одном ПТУ. Дементий был с ним знаком. Мы можем его потрогать. Потом проходил практику в Пушкине. Реставрировал церковь. Закончив ПТУ уже. И больше всего хотел играть на гитаре и петь песни. Чем и занимался. И существование в Советском Союзе это позволяло делать. Потому, что никто не мог запретить тебе пойти работать сторожем сутки через трое. А в свободные трое суток играть и петь песни. И бегать от комсомольских работников. Весело. Причем... Задорно. Это было весело и задорно. На самом деле. И не было никакого страха. Честно говоря. Потому, что сыграли. Выпили портвейну. Убежали от комсомольцев. Как в известном анекдоте. Тук-тук. Кто там? Милиция. Откройте. Не открою. Вы меня ругать будете. А я вообще учился в институте под названием ВТУЗ. Высшее техническое учебное заведение на инженера турбиностроителя. Потом из этого института ушел. Поболтался. Поболтался. Потом поступил в институт культуры. Там поучился. И там другая история началась. Все существовали в социуме. И группа аквариум в том числе. И все-все-все. Странные игры. Вообще это были высокоинтеллектуальные инженеры. И почти научные работники. И все-все-все прочие так же точно и существовали. Конечно, были проблемы. Конечно, были проблемы. Как сказал Высоцкий. У меня есть много вопросов к нашему государству. Только обсуждать их я буду не с вами. На вопросы иностранных журналистов. И то же самое было, кстати, с моей тещей покойной. С мамой моей жены. Замечательной поэтессой Татьяной Кузьмичной Галушка. Подругой Бродского. И многих-многих-многих отечественных деятелей культуры. К ней приходили журналисты из BBC. Брать интервью. После пары вопросов. Журналистов. Она их просто выгнала из квартиры. Хотя она была очень прогрессивным человеком. Все понимающим. Все знающим. Бродский, Солженицын. Все в багаже. И она была одним из самых, наверное, знающих пушкинистов нашей страны. Ее приглашали чуть ли не в Сорбонну читать лекции. Но после пары вопросов в BBC журналисты были выгнаны просто из квартиры. И больше не впущены. Потому что вспоминаем Высоцкого. Есть много вопросов к нашей стране. Но мы их решим сами. Как-то так. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что никакого вот этого протеста. Никакой вот этой борьбы. Вот этих вот баррикад. Вот этого даже близко не было. Мы абсолютно просто занимались своим делом, которое нам нравилось. Нам нравились эти песни. Возьмите песни Гарина Гиперболоида и кино. 45. Начальник Камчатки. На самом деле это чистое искусство. Вообще. Я это воспринимаю как чистое искусство. Мне, кстати, альбом начальник Камчатки, хотя я там не играю уже 2 года как, нравится больше всего из раннего периода. Потому что это абсолютно чистое искусство. Причем современное очень на тот момент времени. Это уже показывает то, что автор знаком с Брайаном Инна, с Боуви, с течениями современной музыки мировой. С лучшими образцами. С лучшими образцами. Да, да. И не то, чтобы это скопировано все. Никакой не плагиат. А это, как модно выражаться, в тренде находится. То есть, абсолютно современная музыка. Абсолютная часть мировой культуры. Вот. И никакого отношения ни к каким баррикадам, ни к каким майданам, ни к чему этого. Даже близко не было. Даже близко не было этого. Это раздражало. Это раздражало власти. Потому, что власти все-таки считали и справедливо считали культуру оружием пролетариата. Скорее, не пролетариата. Потому, что оружием пролетариата была Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. А культура это идеологическое оружие. Конечно, то, что мы наблюдаем сейчас. В общем-то, почему запрещается русская культура сейчас? Через сколько лет это стало понятно? Да. Через сколько лет это стало понятным, очевидным. Хотя, очевидным это было еще Владимиру Ильичу Ленину. И Иосифу Сталину. Который культуре уделял колоссальное внимание. И продвигал советскую культуру с такой дикой силой. Что она... Ну, там было что продвигать. Все-таки согласились. Она подавила все остальное. У меня лично сложилось впечатление, что страна и люди, стоящие у руля, они были просто не готовы. Это вот... С интернетом сравнивать, конечно, бессмысленно. Но вот то количество магнитофонов, которое было... Когда все все друг у друга переписывали. Пластинок, повторюсь, у меня лично не было никогда. И вокруг меня не было. Их надо было купить, продать. Это да. Ну, чтобы там у меня коллекции какие-то стояли, как сейчас. А им нет отказать. А на магнитофоне было просто все. Хочешь записал на девятнадцатой скорости. Повышенного качества. Девять с половиной. А на Астрах было по четыре сантиметра в секунду. Она вообще на одну бобину влезала неведомо сколько. Ну, а что вы с этим можете сделать? А чем вы можете наполнить? А это расползалось все, как огонь в степи. Эти самые магнито-альбомы. Да. А куда вы эту самую молодежь-то? Вы ее куда-то вели? Нет. Потому, что время, когда война... Подготовка к войне. Война и восстановление после войны – это одно. А когда наступает сытость, и все глубоко выдохнули и оглянулись. А чем заняться-то? Ну, вот я хочу в барды. Для них там какой-то грушевский фестиваль или где-то. Грушинский. Где мы там в свитерах, на гитарах бренчим у костра. Про дырочку в правом боку. Да. Там как-то тише было. Потому, что люди взрослые. А здесь подростки, условно. Которые злые, колючие и всякое такое. Вы им это? Вы их чему-то учили? Нет? Или это брошенное на самотек? Неорганизованное? Никак. Ну, понятно. Там сорняки вырастут. Е-мое. А не что делать? Непонятно уже было. Вокруг меня, во всяком случае, никто не понимал, куда меня вести. Чему меня учить? Как организовать досуг, быт? Там еще чего-то. А появились деньги? А шматья нет. А я вынужден общаться со спекулянтами. Вот это я покупаю срок, это покупаю срок. И это срок. Знакомый мясник, знакомый овощной магазин. Ё-моё. Вы что устроили-то? А в результате на словах одно? А жизнь у тебя устроена совершенно по-другому. Это жесточайший диссонанс порождает. Так в этом приготовьтесь. Не мы виноваты. Я честно работал на всех производствах. Висел на всех досках почета. Перевыполнял план. Каждый день ходил на работу. Не бухал. А как вот тут? А никак. Ну, вот вам результат. Друзья. Так вот, о безидейности песен. Главными по безидейности, на самом деле, на мой взгляд, опять-таки, я излагаю свое мнение. И мнение человека, который был внутри всего этого. И не дам соврать, что главными по безидейности своего творчества, люди, которые занимались чистым искусством, но больше ничем, были три человека у нас. Это Борис Борисович Гребенщиков, Михаил Науменко, Майк и Витя Цой. Песни этих людей были абсолютно лишены какого бы то ни было социального содержания. Напрочь. Вообще. И вот это раздражало больше всего. Потому, что это было то самое чистое искусство ради искусства, на самом деле. Потому, что о деньгах тогда мало кто из нас думал. Когда нам платили за концерты, это было приятно. Спасибо. Это супер здорово. Прекрасно. По 5 рублей получили. Великолепно. Великолепно. Да. По 10. Вообще супер. И я помню, что и у Бориса квартирные концерты были, когда в Москве ему устраивали. Уже группе аквариума. Не то, что Борису. А там уже 5-6 человек. Группа. И нет денег на обратные билеты. Квартирный концерт. И организатор говорит, что вы просили 100 рублей. Не получается. Давайте будет 40. Ну, 40 так 40. Не было таких стяжательств. Никакого не было в этом творчестве. Это было чистое кайф. Чистое искусство. И вот это бесило, на самом деле, властей. Потому, что на эти концерты люди ходили. Их любили. Аудитория росла. Переписывались на магнитофоны. Слушали. Пели. Кто это такие? Почему они не несут никакого призыва? Все прослушивающие тоже впадали в безидейность. На здоровье были песни про любовь комсомола весна. Только их никто не слушал. Песни хорошие. Их никто не слушал. Нет. Просто был перебор с этим любовь комсомола весна. Из каждого утюга. Из каждого телевизора. Они без концерта до ночи неслись. Вся эта идеологизированная хрень. Приведу еще хороший пример. Был такой замечательный певец Иосиф Кобзон. Это просто олицетворение официоза было. Который не слушал никто и никогда вообще. То есть, это вот лицо власти. Никто и никогда. 40 лет понадобилось. Или 30 примерно. Чтобы он стал будить суровые ностальгические чувства. Я же помню вот это. А тогда нет. Категорические нет. И все эти вокально-инструментальные ансамбли абсолютно бесполые, безликие. Мне удивительно сейчас, когда люди говорят, что вот веселые ребята. А как они хорошо пели. Как они хорошо умели играть. И что? Ну, хорошо умели петь. Во-первых, что такое хорошо уметь петь. Еще большой вопрос. Потому, что обладать поставленным голосом. И правильно, так сказать, интонировать. И держать интервалы. Ну, и что? А что дальше-то? А что за этим стоит? Что ты хочешь этим сказать? И Леонард Коэн, который вообще не певец никакой. Голос моей мечты. Он делает своим непоставленным голосом... Он проникает гораздо глубже в слушателя, чем ансамбль веселые ребята. Поэтому... Понятие хорошо поет, оно очень скользкое такое. Что значит хорошо поет? Ну, громко ты поешь. Я жизненное наблюдение. Валерий Леонтьев. Ну, поешь. И чего? Жизненное. Меня когда-то петь учили. Я, в общем-то, умею. И понимаю, что там дальнейшее. Как там у тебя аппарат пригоден, не пригоден. Как его отладят. И как ты в опере петь... Вот там петь умеют. Между прочим. Там, да. Там умеют. Да. Там рот открыл. Дыхание и всякое такое. А людям нравится, например... Вот возьмем какого-нибудь актера Николая Караченцева. Он не певец вообще. И не поет по большому слову. Проникает его. Почему же людей вот так вот трогает в исполнении именно актеров, которые голосом владеют эмоцию. Нагонять умеют. И получается у них гораздо интереснее. Вот Коля Басков. Например. Оперный певец. Он хорошо петь умеет. А не цепляет. Вот не цепляет. А отцой цепляет. Вот. Да. Отцой цепляет. Вот с таким диапазоном. И всей специфичности исполнения. Да. Мягко говоря. Но зато это была группа номер один. Уже в период Эйзеншпица. В период стадионных концертов. И его голос, его манера... Мало с чем ее можно сравнить вообще. Вот цепляет. Да. Потому, что осмысленно. Это все осмысленно. Это все не просто я взял... Дайте мне ноты, я спою. И через два часа забыл про то, что ты пел дальше. А Витя ничего не забывал. Он написал песню. И с ней жил. Это жизнь. И ты, когда слушаешь эти песни... Это жизнь. Ты понимаешь, что это жизнь. Что это живое что-то. Это живое, настоящее. А не просто... Исполнитель пришел и исполнил. И я тебе еще, наверное, так сказать... Отскакивая совсем в сторону. Что, например... Вот в моем понимании он настоящий поэт был. Потому, что... Вот я тебе пример просто... Я не глубоко в стихах разбираюсь. Но гражданам больше всего нравится. Есть такой мега-хит. Олицетворяющий собой всю, так сказать, народную любовь. Называется... Человек в телогрейке. Может слышал? Нет? В небо взмыла ракета и упала за лесом. Там обязательно чисто группа Pink Floyd. Вставлен лай собак. Щелк в затворах. Там туда-сюда. И это... Как это правильно назвать? Баллада. То есть, вот событие развернулось. И в конце... Убели. Снег расплавили гильзой. И стеколы кровью. Человек в телогрейке. Это народу вот такое. Страшно нравится. Когда все понятно. Это некая история, скажем так. А настоящие стихи, в моем понимании, они от такого... Просто на световые годы. Они в тебе как раз наоборот. Будет некие образы именно потому, что там никакой конкретики нет. Вот такой... Железный такой... Жизнеописание. Ее там нет. И от этого... Это гораздо главнее. А вот у него как раз такие стихи были. На мой малограмотный взгляд. Я соглашусь. Да. Соглашусь. Ну... А за строчку... Война. Дело молодых. Лекарства против морщиков. Больше с моей точки зрения. Мог вообще уже ничего не сочинять. Но всегда бы вошел в анналы. Это да. Образы были очень сильные. Конечно. И были и есть. Потому, что поэт жив до тех пор, пока его стихи читают, его песни поют. Для меня также и Достоевский, и Толстой, и Джон Леннон живы все. И Пушкин. И я не считаю их ушедшими. Они все здесь. Мы были модниками большими в ту пору. Как без этого? Были большими модниками. Одевались в безумные одежды совершенно. При этом денег-то не было никаких. Курили папиросы любительские. Беломор. Фабрики Урицкого. Фабрики Урицкого. Ушивали себе штаны. Витя сшил неплохо. И занимался ушиванием брюк. И своих, и моих. И на нас смотрели, как на идиотов, конечно, полных. Когда мы в специфическом виде выгуливались. Всякая мода. По Ленинграду и по Москве. Просто на нас оборачивались. И не понимали, что с нами делать. Потому, что, с одной стороны, комсомольцам был дан строгий указ ловить хиппи. Зачем-то. Непонятно зачем. Просто ловить, отвалить в отделение. И там что-то с ними говорить о чем-то. А потом... Вот здесь все написано. В свинцовых прусах. А потом отпускать. Потому, что предъявить-то нечего. А мы просто какими-то идиотами выглядели. Такими полными. Вроде и не хиппи. А вроде и не советские подростки. И что с нами делать, непонятно. Поэтому особо не задерживали. И как-то... Как-то до Москвы дошли слухи об Андрее Панове. И его группе автоматические удовлетворители. В которой никогда не было постоянного состава. А иногда играли и мы с Виктором. И еще масса людей. И, по-моему, Майк, который ездил уже в Москву с квартирными концертами. И не квартирными. Которые устраивал ему Олег Осетинский. Известный режиссер. Как Майк познакомился с Осетинским? Я не помню точно. По-моему, через Гребенщикова. Которому тоже Олег Осетинский устраивал концерты. Борис сказал, что есть замечательный парень Майк Науменко. И Олег Осетинский стал и Майка приглашать в Москву. Устраивал так называемые свои творческие вечера. Творческий вечер Олега Осетинского. Нельзя было писать, что концерт другой по аквариуму и зоопарк. Майка Науменко. Творческий вечер режиссера Осетинского. Стоит стол. На нем чай. На сцене. Сидит Олег Осетинский в сапогах луноходах модных. В джинсах. И в этих сапогах луноходах. И вот его творческий вечер. Тут же за столом сидят Борис и Майк. И Олег Осетинский рассказывает о своем творчестве. А потом говорит... Кстати, мои гости здесь из Ленинграда. Замечательные певцы. Они сейчас что-нибудь споют для вас. И они устраивают концерт. Вот. И Майк с Борисом стали уже в Москве такими более или менее известными в артистических кругах персонами. Об этих самых артистических кругах барражировал Артемий Киевович Троицкий. Все время известный. Известный музыкальный критик. Для тех, кто не знает, кто такой Троицкий. Ну, по тем временам. Мега авторитет. Просто мега. А Троицкий очень следил за тенденциями рок-музыки. За панк-роком. За новой волной. За тем-сем. И Майк однажды возьми ему да и скажи, что в Ленинграде есть тоже панк-группа автоматических удовлетворителей. И Троицкий говорит, ах, бац, вези их сюда. Я ему устрою концерт. Привези. И Майк позвонил свину и сказал, что сам Троицкий хочет тебе устроить концерт. Как Троицкий? Тот, который пишет в журнале «Ровесник». Боже. Сохрани. И Свин говорит, что надо ехать в Москву, играть в банк-рок, играть в Sex Pistols и свои песни. По Невскому шлялись наркомы, орали в лальках алкаши. Знаменитая песня, которую я пел потом много лет. Очень ее любил. Вот хиппи бредет по бульвару, потлюги сметнулись до плеч. Такие строчки там были. И Свин, поговорив с Майком, посмотрел на нас. Мы там все сидели как раз большим составом. Говорит, слушайте, меня зовет Троицкий в Москву на концерт. Кто со мной поедет играть? В каком составе группа поедет? Кто может? Мог Витя, мог я, мог Олег Валинский. Плюс с нами поехали Игорь Покровский по кличке Пиночет. Игорь Гудков по кличке Панкер. И еще два человека. И мы вот такой шоблой. Не на следующий день. Дня через три мы все это запланировали. Загрузились в сидячий поезд ночной. Набрали с собой сухого вина в огромном количестве. И поехали в Москву. Где нас встретил Троицкий. С нами поздоровался и сказал, идите за мной. Я пойду впереди. А вы метров в двадцати. Мы представляли собой устрашающее зрелище. Абсолютно все были красавцы как один. То есть, Москва была потрясена какими-то... Гостями. Инопланетяне. Инопланетяне какие-то приехали просто невменяемые. Причем не было же никаких этих самых гребней. Ничего не было. Не было приспособлений для всего этого. И была исключительно советская одежда. Но приведенная в такой вид, что... Не грязная. Чистая. Но перешитая. Ушитая. Расшитая. Значки какие-то безумные. И, конечно, да. Витя волосатый был. С длинными черными волосами. В длинном пальто черном. Такой страшный восточный человек какой-то. Конечно, у нас сторонились все. И Троицкий сказал, что я с вами не пойду. Давайте я впереди. Подумают, что вы со мной. Да. Подумают, что я с вами, а мне это не нужно. Вот такого труса дал немножко. Мы за ним долго-долго шли. Пришли в мастерскую художника Аршаля. Ныне покойного. Хороший московский художник. Концептуалист. И в этой самой мастерской в подвале сыграли первый концерт в Москве. Грандиозный концерт группы «Автоматические удовлетворители». В процессе исполнения двое наших товарищей просто убежали и уехали в Ленинград обратно, испугавшись происходящего. Хотя парни были крепкие. В общем, увидев то, что происходит... Что там было? Нет. Мы поехали в Ленинград. Сейчас всех свинтят и посадят навсегда уже просто. Там Андрюша исполнял свои песни. Снимал штаны. Совсем. Мы не снимали штаны, но мы ему подыгрывали очень бодро и весело. Все это происходило в подвале дома, где-то в центре Москвы. Я не помню точно адрес этого. Но это было громко, беспредельно, совершенно безудержно. Это был Советский Союз, какой-то год 80-й, наверное. Такие времена были достаточно суровые. А публика была та самая артистическая богема. Кинорежиссеры, какие-то журналисты, какие-то художники. В кожаных пиджаках, с золотыми часами. Женщины в вечерних платьях пришли. Все напоминало клип Сида Вишеса «My Way». Помнишь такой? Конечно. Сидит эта публика в шелках и в кружевах. На сцене Сида Вишес с пистолетом. Примерно так все и происходило. Единственное, что Андрюша никого не застрелил, а просто пьяный, упал и уснул во время выступления. Во время исполнения очередной песни. Очередного хита. Он просто на сцене скукожился. Не на сцене, а на импровизированной сцене. Мы с Витей и Олегом стоим. Чего делать? Непонятно. Все вас приняли как часть представления. Да. А мы часть представления. Нам надо продолжать. Публика пьет Портвейн. Удивительное зрелище. Когда вот эти дамы в кружевах. В вечерних платьях. Налейте мне, пожалуйста, Портвейну. Экзотика. Для них это экзотика. 33-го. 33-го Портвейну. Я сейчас тоже не прекратил. Какое чудо. Мы оказались в андеграунде. Милый. Вот он андеграунд. Выпей Портвейну. Я его с детства ненавижу. Все Портвейны. Блин. Да. Нервно-паралитические качества были очень высокие. Ну, на вкус такая древняя. Да. Один запах чего стоил. Да. Мы его, в общем, пили. Троицкий нам в качестве гонорара несколько раз ходил в магазин и приносил сумки гремящие. В косотке. Огромные. Да. От чего и срубился главный наш артист Андрей. Не рассчитав силы. И вот я тогда уже подумал о лицемерии вот этой московской богемы всей. Потому, что вот они сидят, приехав из дома кино или там откуда-то. Ой, милый. Давай попробуем Портвейну. Какое чудо. Какое чудо. Андеграунд. Портвейн. Смотрите. Он штаны снял. Ах, какой милый. Ах, какой. Что же за суки такие сидят. Лицемерные. А завтра пойдут в газету Правда писать статьи свои про успехи народного хозяйства и колосящиеся поля. А сейчас они тут... Ну, таков человек. Ну, что делать, блин. Таков человек, да. Продадут за 3 рубля кого хочешь. С тех пор они не изменились. С тех пор они не изменились. Такие же точно. Как говорил Волон. Только о квартирных вопросах немного подпортил. По телевизору мы их каждый день видим. Этих людей. И их потомков. Точно так же. При золотых часах. В хорошей одежде. Вот. И, в общем, концерт удался. Потому, что у Вити было написано 2 или 3 песни. Своих собственных. И он их сыграл. Мы, как могли, ему подыграли с Олегом. Песни такие были так себе. Прямо скажем. Они все давно забыты. И нигде, слава богу, не опубликованы. И нечего их опубликовать. Потому, что такие подростковые какие-то были бормотания. А мы же все играли уже сто лет к тому. Потому, что Витя играл до палаты номер 6. Он играл еще в своем ПТУ в группе. Я играл в школьном ансамбле. Олег играл тоже в школьном ансамбле. То есть, все уже были свернуты на этом деле. И другого дела для нас уже не существовало. Вот. Спел Витя эти 2 своих 3 песни. Но всем уже было все равно. Какие это песни. Кто там поет. Потому, что все уже наслаждались вот этим богемным андеграундом. Потом мы там переночевали в этой мастерской. И на следующий день устроили еще один концерт в каком-то подростковом клубе. Там уже была сцена. Уже стояла барабанная установка. Те же самые московские уродливые богемные люди пришли слушать. И там уже как-то все прозвучало уже почти как рок-группа. И вот тогда мы так уже... Еще не образовалась группа Гарина гиперболоида. Мы еще не поехали в Крым. Но уже как-то сплотились. Стали уже такими... У нас было 2 концерта в Москве. Не шутки. Не просто так. Мы тут пришли в рок-клуб. Смотрим на рок-клубовскую публику. И понимаем, что мы уже такие же, как Аквариум. Такие же, как Майк. И мы. Все остальные уже другие. Потому, что все остальные еще не ездили в Москву играть подпольные концерты. А мы уже 2 сыграли. Отбомбили. Мы 2 уже отбомбили в Москве. Там Артем Троицкий нас уже представлял лично. Журнал «Ровесник». Вы чего там? И мы уже, конечно, такие были. Заботерели. Да. А рок-клубовское начальство, кроме Гены Зайцева, единственный человек, который нас поддерживал. Кстати говоря, главный хиппи города Ленинграда. Хотя мы уже были никакие... Совсем не хиппи, а наоборот. Он нас поддерживал. Он любил все новое тоже. И любит. Он жив, слава богу. Он был президентом рок-клуба. Потом он ушел из рок-клуба. Потом занимался своими делами. Потом стал директором группы ДДТ. В самой активной их фазе. То есть, это конец восьмидесятых. Начало девяностых. Когда они ездили по всей стране. Молодые, жесткие, горячие, искренние. Сейчас уже обрюзгли. А тогда ДДТ были такие. На подъеме. Все играть умели. Да. Это про Гену. А начальство нас считало какими-то ублюдками. И гопниками, которые ничего не знают. Потому, что начальство пыталось продвинуть социальный рок. Там был ряд групп в рок-клубе. Которые пели наполненные социальным смыслом. Содержанием песни. Про то, как надо идти вперед. Такая машина времени номер десять. То есть, мы откроем окно. Войдем в эту дверь. И там... Пока горит свеча. Ну, многим нравится. И все. Что с нами делаем. Вот эта мутотень вся. И начальство как раз за идеологизированный рок выступало. А мы такие были ублюдки безидейные. Гуляю я один. Гуляю. Что дальше делать я не знаю. Как ты не знаешь? Как это ты не знаешь? Что делать дальше? А светлый путь? Ядрена мать. Учись в институте. Иди... На завод. На завод. И строй будущее своей страны. А ты тут... Время есть, а денег нет. Куда пойти. Что... Как ты можешь? Ты советский человек. Что значит тебя? А это трогало самые, так сказать, живые струны. Потому, что у тебя ровно то же самое. Время есть, а денег нет. Куда пойти. Вот. И у нас такое... Это же, кстати, опять-таки отвлекаясь. А какие были развлечения? Вот что лично я могу вспомнить про свою точно такую же молодость? То есть, рубль есть? Есть. Выходишь во двор. И обратно тебя принесут. Потому, что других развлечений, кроме этого самого Портвейна, возможно пойти подраться потом куда-нибудь. А все. Этим все ограничивалось. Развлечения были, но они были... Они не захватывали молодежные устремления. Оно не для головы. Вот у меня перед домом там стадион, спортивные площадки. Да, мы все время играли. Но... А башку-то чем занять? А ничем. Только бухать. Многие так и сбухались. К сожалению... Я скажу страшную вещь. Я ненавижу наркотики. И не употребляю их. И не употреблял. Но... От алкоголя моих знакомых умерло человек пятьдесят. Наверное. От наркотиков трое. Вот так вот. То есть, алкоголь, конечно, подсек нашу страну серьезно. Гораздо сильнее. Наверное. В те-то времена вообще. Вон, как Дементий. Включаешь песню. Flash in the night группы Secret Service. И Дементий сразу кричать начинает. Я вижу себя на пароходе на Валаам. У меня дипломат. А в нем шесть бутылок водки. Ну, вот да. Вот. У нас возник модно выражаясь когнитивный диссонанс. Потому, что в Москве мы были уже почти суперзвезды. Хотя играли на двух акустических гитарах. Раздолбанных. И Олег Валинский на бонгах. Которые купил у Гусева в рок-клубе. Я подозреваю, что покупка бонгов была одной из основных причин нашего принятия в рок-клуб. Потому, что Гусев входил в состав комиссии по приему групп в рок-клуб. Туда же входил Гена Зайцев и Миша Фанштейн. Басист аквариума. Золотого состава. Который нас поддерживал. Аквариум нас любили. Потому, что мы были такие же безидейные, как и Борис Гребичков. А остальные все были против. Говорили, что эти ребята играть не умеют. И петь не умеют. И песни говняные не про что. И безидейные. Их нельзя в рок-клуб принимать. Они будут нас позорить. Но Олег купил у Гусева бонги. И переломил ситуацию. И переломил ситуацию. И Гусев сказал, что нет. Только хорошие. Нормальные парни. Ну, на самом деле это без шуток. И Гена нас поддержал. И Фанштейн свое слово сказал тоже. Хотя аквариум тоже были вне... Они были сомнительной такой истории. С одной стороны, Гребичкова все уважали и любили. А с другой стороны, он был сомнительный тип. Тоже безидейный абсолютно. Какой-то странный какой-то. И КГБ с ним не очень дружило. И с иностранцами он общался уже. И непонятно зачем. И непонятно о чем. И письма писал уже в Америку знакомым музыкантам. И был вообще очень человек неприятный для советской власти. На самом деле. Вот. Но в рок-клуб нас приняли. Но при этом все равно мы были такие ублюдки там, конечно, в этом рок-клубе. А в Москве... Ну, у нас Троицкий. У нас все. И Троицкий привел нас в гости к Саше Лепницкому. Это было вообще... То есть, Саша Лепницкий. У него отчим господин Суходрев. Главный переводчик Брежнева. И Андропова. И до Брежнева еще. И Саша нам показывал фотографии. Говорит, вот видите, вот это Брежнев. А вот рядом стоит мой отчим. Мама дорогая. Где мы? Кто мы? За областью выси. Да. И мы оказались у Саши Лепницкого в гостях. Это дом актеров Большого театра. Который стоит садово-каретной. Значит, выходишь из парадной. По правую руку у тебя сад Эрмитаж. По левое садовое кольцо. А напротив чуть-чуть по диагонали Петровка 38 знаменитая. И мы вот там в этой квартире увешаны иконами. Значит, мебель карельской березы. И все прилагающиеся. Огромная коллекция пластинок и видеомагнитофон. И мы... Это вообще за гранью. И мы, ублюдки, вот эти ленинградские, приехали туда. И мы не понимаем, чего вообще и как и что. И смотрели видеомагнитофон этот. А Саша оказался прекрасным человеком. Мы с ним подружились. То есть, к сожалению, он погиб. Несколько месяцев назад. К сожалению. Спасал свою собаку. Которая побежала на лед Москва-реки. Провалилась под лед. И Саша бросился ее вытаскивать и утонул. Ой. Такая трагедия, да, страшная была. Вот. И мы с ним дико подружились. Он оказался прекрасным человеком. И это целая отдельная глава нашего существования. Потому, что мы жили в этой... Это была наша база. На какой-то момент времени. И не только наша, а и Майка, и Гребнищикова. И Странные игры приезжали. И Джанна Стенгрей потом. И Курехин. И кого там только не было. И мы там жили, ночевали. Пили, пели. Играли концерты. Саша записывал, снимал на видео. Есть замечательная съемка Майка. Домашние концерты у Сашки дома. И все это в этой постпартийной истории. Настоящий московский высший свет. Такой уже. Такой зуб даю, что называется. И видеомагнитофон. В 81-м году. Космос. И мы смотрели Дэвида Боуи. Смотрели Токен Хэдс. Смотрели фильм Героя рок-н-ролла. Где были все. Ты не видел такой документальный фильм? Довольно старый. Но там такая пробежка по всем. Сейчас это уже не очень интересно. А тогда для нас это было все. Начиная с Билла Хейли. И его, так сказать, отпочкователей. И заканчивая уже новой волной. Панк-роком. Электронной музыкой. Мы все это увидели. Ну, я тебе рассказывал. Пока в ГДРе жил, я смотрел западногерманский телевизор. Увидел там Led Zeppelin, Deep Purple и Юра Ехип. Я когда вернулся домой в город Ленинград. Там с окрестных районов. Не улицах. Районов. Люди приходили на меня посмотреть. Человек, который такое видел. Это невероятно было. И вот этот видеомагнитофон, конечно, для группы кино сыграл роль очень значительную. Потому, что мы, в отличие от большинства наших коллег по рок-клубу, которые нас считали ублюдками, мы уже увидели тогда настоящих рок-музыкантов. Увидели, как они выглядят. Как они себя ведут. Никто этого не видел еще тогда. Даже представления никто не имел о том, что происходит. Даже фотки-то все поганые были. Ничего не поймешь. А мы все это услышали, увидели. И все это вдохнули. Все это пережили. И уже стали и одеваться по-другому. И песни писать по-другому. И вести себя иначе. И Витя начал понимать, как уже надо делать по-настоящему. Сценический образ. И сценический образ. И музыкальный в том числе. Потому, что когда смотришь на выступающего артиста, уже воспринимаешь все. И видишь. И лучше уже разбираешь и как партии разложены. И все-все-все. И все-все лет уже к нему ездили. И жили. И проводили время. Он нам устраивал массу выступлений. И все было очень здорово. Возил нас отчим Суходрев. Там все понятно. Дача на Никольной горе. Мы туда приезжаем на эту дачу. Идем на дипломатический пляж. На Москва-реку. Где Сашка и погиб. Кстати говоря. Там на Москва-реке. Это место, где снимался фильм «Утомленный солнцем-один». Если ты помнишь. Пляж. Травяной пляж, где они купаются. Плавают на лодочке. Это именно то самое место. Потому, что дача Никиты Сергеевича Михалкова. Через два дома от дачи Саши Липницкого. Неплохо. И мы к Никите Сергеевичу Михалкову заходили как-то в гости попить кончаловочки во дворе у него. На лавочке. И это все... То есть, мы вот эти ленинградские ублюдки оказались вот там. В эпицентре. Тут у нас Саша Липницкий. Тут у нас Никита Михалков. Тут у нас дипломатический пляж. Неплохо. Неплохо. И однажды мы на этом самом дипломатическом пляже лежим летом. Пьяные. Никого не трогаем. Пьяные. Да. Вокруг люди. Это утомленное солнцем. Вот это место. Там Москва. Река узкая достаточно. Петя Мамонов там нырял с обрыва. Масса была веселого. Вот. Лежим. И идут два человека в черных костюмах по пляжу. Такие молодые. Как надо. То есть, молодые. Где-то до тридцати. Со строгими лицами. С аккуратненькими стрижечками. Черные костюмы. Белые рубашки. Галстуки. То есть, прямо из кино. Про советскую разведку вышедшие такие. Да. Два персонажа. И мы у Сашки спрашиваем. Слушай, а кто это люди? Говорит. А, это КГБшники. Говорит. А они нас не повяжут здесь? Они не за нами пришли? Саша говорит. Знаете, если вы здесь находитесь... То нет. Они вас охраняют. Ха-ха-ха-ха. Они смотрят, как бы с вами тут чего не случилось. Ну, равно как и со всеми остальными людьми, которые там бухают и лежат на этом пляже. И вот мы из этой жизни прекрасной... Мы возвращаемся в Ленинград. Витька познакомился с Марьяной уже. По своим коммунальным квартирам. По своим. Ну, не коммунальным. Мы не в коммуналках жили. Но, тем не менее, в общем, да. Я на свой завод имени Ленина, где я проходил практику в Тузовскую. Я работал сначала учеником слесаря, потом экспедитором. На этом огромном заводе. Я на грузовике развозил всякие болванки, заготовки. Весь в этом масле. В этом самом... Я рабочий человек. Нормальный. Я все это прошел. Не то, что... Ах, я это прошел. Я работал. Но я как бы в курсе, как завод работает. Ничего такого страшного вообще нет. Все нормально. Вот. Витька на свою эту практику в Пушкине. Штукатурить стены в церкви. С Марьяной он уже подружился. Они друг друга полюбили. Настоящая была любовь серьезная. Очень сильная. И Марьяна очень его, конечно... Очень его сильно подняла. Дала ему поверить в себя по-настоящему. То есть, до знакомства с Марьяной он еще колебался. Несмотря на то, что и Борис поддерживал. И Майк поддерживал его. Он так еще не очень был уверен в себе. Когда пришла Марьяна, она его... Вдохнула в него вот эту любовь. А любовь она дает, конечно... Крылья. Дает крылья. Да. Дает силы. И ему с того уже вообще все нипочем. Было здорово. Но при этом я помню, что... Сашка очень Марьяну полюбил Лепницкий. Очень хорошо ее. Он говорил, что в отличие от московских девушек... Которые нет-нет, да что-нибудь своруют из моей квартиры. Приходят и что-нибудь... Глаз да глаз. Напустишь московских барышень к себе в дом. Дом-то, слава богу, у него в каретном ряду был. Потом не досчитаешь. Полная чаша. Говорит, вот ты сидишь с ними, пьешь весело, смотришь видик. Потом утром просыпаешься. Раз, одной книжки нет. Раз, тут иконки нет на кухне. Говорит, ну вот... А Марьяна нормальный человек. Разительный контраст. Настоящая ленинградская барышня. Хорошая. Хайфовая. И мы вот так... Я помню, что вот приедешь с Марьяной туда, с Витей. И проводишь время прекрасно. А потом возвращаешься в Ленинград. Денег мы не занимали у Сашки. Как бы мы так... Хотя могли бы. У нас деньги кончились. Билетов обратных нет. В Ленинград надо ехать. Потому, что Марьяна на работу. Она в цирке работала. Зав. Костюмерным цехом. Ни много, ни мало. Серьезная работа. Витьке тоже. Значит, мне тоже на эту самую работу свою. Ехать надо. А денег нет. И мы подходим к поезду. Ночному. Проводнику говорим. Слушайте, вот так и так. У нас есть там 3 рубля. На всех. Билет не купить. Надо ехать. Проводник нас пускает. Дает нам какой-то... Не купе, а какой-то служебный отсек. Такой узкий-узкий. Где не протолкнуться. Говорит, ну вот размещайте здесь. И не вылезайте. Марьяну с Витькой я пропустил, как рыцарь. Они забились в этот служебный... Там какие-то коробки. Какой-то хлам. Они там легли. Так вот. Прижавшись друг к другу. Потому, что стенки вот так. И все. А я в тамбуре на откидном стульчике всю ночь сидел и курил. Вот так вот. От Москвы до Ленинграда. Из этого роскошества всего возвращаемся... Суровые были. Суровые. Да. Город ныне век. И лабили трех революций. Вот такая... И все существование гариных гиперболоидов, оно вот именно таким и было. То есть, из огня до в полымя. Что называется. На то есть, что вспомнить. Более чем. Более чем. Но меня, знаешь, все журналисты все время спрашивают... Ненавижу я их всеми фибрами своей души. Потому, что приходят, берут интервью какое-то. А расскажите какую-нибудь веселую историю из вашей жизни. Какую-нибудь смешную историю. Я говорю, ну, понимаете, в чем дело? Мы не клоуны в цирке были. Какую вы хотите смешную историю? У нас масса смешных историй было. Но все эти смешные истории, они в контексте происходящего тогда. Того времени. Той ситуации. Тех людей. То есть, так это пересказывать, это все не смешно, на самом деле. Смешно было тогда, именно в том месте, в то время. Ну, ехали без билетов, забывшись. Нам было очень смешно это тогда. Конечно. Весело. На третьей полке вместо чемоданов. В общем, жизнь была интересной, очень сложной, очень хорошей. И вот это вот занятие чистым искусством, оно, на мой взгляд, одно из самых главных занятий для человека, чем можно заниматься. Это не отменяет зарабатывание себе на жизнь денег. Но, как правило, когда занимаешься искренне этим... Мы об этом говорили. Когда занимаешься этим самым чистым искусством, деньги появляются. Не все смотрят все ролики. Поэтому смело все повторять. Когда с голоду все равно не умираешь. Когда занимаешься правильным делом. А Витька занимался очень правильным делом. И мы очень были близки. Очень много проводили времени вместе. Все практически наше время свободное. Что и привело к усталости. Немножко друг от друга устали. И разошлись благополучно. Тоже бывает. Я, как человек, стремящийся к роскошному образу жизни, практически переехал в Москву. В тот момент. Поближе к роскоши. Поближе к роскоши. Да. Стал играть с Сережкой Рыженко. Вместе в группе футбол. Но при этом надо было работать. Советский Союз обязывал. Я продолжал работать в Ленинграде. Играть в Москве. И после года такой жизни я очень устал и замучился. Все время ездить в Москву. Не просто приехать на концерт сыграть. А приехать пожить. Порепетировать. У Сережки поночевать. Играть. В понедельник обратно на работу. В пятницу обратно в Москву. Вот так вот год прошел. И уже все. Невыносимо. Даже молодой не сдюжишь. Да. Меня, ты понимаешь, оно практически не коснулось уже. Потому, что вы появились в группе кино. После того, как я из армии пришел. Поскольку там все уже было совсем сурово. Там семья. Дети. Надо было работать. Оно меня уже... Я как взрослый уже был. Меня... Поначалу, когда появилось, оно меня не зацепило совсем. Вот сейчас у меня в машине есть. Несмотря на то, что я дяденька 60 лет. А я тебе подарю компакт-диск. Которую пластинку не могу подарить. Потому, что еще тираж пакуется. Мне дали одну пока. Сейчас запечатывают все остальные пластинки. Вот. Мы здесь сыграли помимо, собственно, моих песен. И Наэле Кадырова. Мы в дуэте с ним в соавторстве писали 10 песен. Здесь 5 песен из репертуара Галины Гиперболоида. В том числе Битник. Мне не нравится город Москва. Такая песня, с которой мы в Москве начинали концерты. Мне не нравится город Москва. Мне нравится... Подбодрить публику. Обязательно надо поджопник дать этим самым... Москалям. Москалям. Да. Москаляку я не очень... С годами как-то... А у меня о них совсем другое впечатление. Я все время... Вот кино, когда показывал. В Москве народ купил билеты. И все пришли веселиться. В Москве публика... Перед началом фильма я всем объясняю. В переводе есть ряд аспектов, которые перевести невозможно. Но там смысл. Надо объяснить. В Москве публика как в английском. Да, давай. Ну, вот типа там... Песня про птичку. Поют песню про птичку. Переводить ее на русский невозможно. Но надо сказать, что песня про птичку имеет там серьезное значение. Но пока объясняешь москвичам, они ржут. Всем пока еще рассказываешь. Я четко вижу, например, что они по-английски вреди аспектов понимают гораздо больше, чем я. Например, в всяком случае шутки там сразу живейший отклик вызывают. В общем, всем весело. А когда начинается кино, все радостно ржут и вообще прекрасно проходят. Приезжаешь в Питер. Все приходят с кислыми мордами. Ну, сейчас посмотрим. Сможешь ли ты нас развеселить? Смеются они ровно пополам. И билетов покупают ровно пополам. И все такое. Вот как-то вот так. Москвичи бодрые. В Москве публика очень благодарная. На самом деле и была, и есть. Они действительно приходят получать удовольствие. В этом смысле с ними очень хорошо. Я имею в виду Москву уже эшелона критиков, журналистов, телеведущих, вообще всех имеющих отношение к телевидению в Москве. И этих людей не очень-то, конечно. Да, в Петербурге тоже самое, на самом деле, конечно. У них, с моей точки зрения, просто другие задачи. Это ты знаешь. Я, поскольку опять-таки занимаюсь кином. Вот есть люди чудовищно насмотренные. Чудовищно просто. Они в фильмах видят вот что-то другое. А граждане которых радует Годзилла, им вот это все не надо вообще. Им все это чуждо. Это непересекающиеся абсолютно вещи. И вдруг с тобой там начинают про что-то разговаривать. Я... Не-не-не. Вот слава Богу, что теперь есть интернет. Говори, что тебе лично интересно. У тебя будет свой круг людей, которым интересно то, что ты говоришь. А тогда вот все было не так. В Москве деньги, 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 деньги. Все сводится к деньгам. Все это скучно, предсказуемо, неинтересно. Все деньги, деньги, деньги. А что деньги? Все равно молодость была. Она была другая. Все крутилось вокруг другого. Конечно. И когда крутится вокруг другого, получается гораздо интереснее. Я с тобой полностью согласен. Потому, что когда начинает крутиться вокруг денег, уже получается хрень. Получается хрень. Это на здоровье менеджер пускай вокруг денег крутится. А тут искусство. Как ни крути. Без денег сложно, но песни лучше получаются. Согласен. Хотя вот мы записали альбом. Уже состоявшиеся люди. Все уже, так сказать, на местах на своих. Все звучит хорошо. И писали с удовольствием. Вроде бы получилось. Я тебе компакт-диск подарю. Обязательно. Обязательно подарю. Я с собой не взял. Забыл. Честно говоря. Так что пластинку очень рекомендую. Те самые песни Гарина Гиперболоидов. Которые тогда звучали абы как. Здесь звучат уже рок-группы. Как народ. И писали в разгар всеобщего безумия. Которые многие называют пандемией. Но поскольку нас это не касается. Мы вместо того, чтобы сидеть в карантинах и ходить в масках. Мы собирались в студии. Записывали рок-музыку. И поэтому нас еще это не коснулось. Слава богу. Поэтому такая антипандемийная пластинка. Гарин и Гиперболоиды. Все могут послушать. Если она там в сети. Она на всех платформах есть. Поскольку издание официальное. Со всеми правами. Со всеми делами. Кому-то погрузиться в ностальгию. Кому-то припасть к новому. На всех платформах. Магазин... Я аж сперва не понял, что это такое. Гарин и Гиперболоиды. Компания Imagine Club ее выпустила. И в интернете можно заказать на сайте у них альбом. Ловко. Так что да. Красиво придумали. В общем работаем. Свинцовые паруса. Книжку рекомендую. Да. Гарин и Гиперболоиды. И группу кино. Которую я безумно люблю. И мы дружим до сих пор. И общаемся. Приобщайтесь, друзья. Интересно. Эх! Молодость. Спасибо, Алексей. Молодость с нами всегда. Никуда не делайся. Приходи к нам еще. Обязательно придумали. Спасибо. Возникли вопросы. Кого там заинтересовали какие-то аспекты. Задавайте вопросы в комментах. Я надеюсь, Алексей вам достаточно. Да. На сегодня все. Пока.